В России существует традиция отмечать Старый Новый Год. Кто-то считает это пережитком прошлого, а для кого-то это настоящий праздник. В любом случае, выходные дни продлеваются. И сегодня вы увидите много интересного. Внимание, мы начинаем. Новый Год принес не только позитивные эмоции по поводу длительного празднования и обширных выходных. Как водится, аварий в этот период становится больше. Праздничное настроение и водительская концентрация лежат на разных чашах весов. Самым аварийным днем перед Новым Годом было 31 число, когда было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В новогоднюю неделю, выходной, то с 1 по 8 число зарегистрировано 41 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 57 получили травмы различной степени тяжести. Первое ДТП в этом году произошло в час 10 в Шиловском районе, поселок Лесной, когда 27-летний водитель автомобиля Митсубиси совершил наезд на 20-летнего парня, шедшего вдоль проезжей части в нетрезвом состоянии. В результате молодой человек с травмой доставлялся в больницу. Буквально утром уже в 8.50 в поселке Сарае водитель автомобиля ВАЗ-2113, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части. От полученных травм женщина скончалась. Водитель ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В январе прошлого, 2013 года, на него был наложен административный арест, также за управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления, так как он был уже ранее лишен. Ну вот не привело это его, скажем так, не понял он ранее наложенных на него взысканий, в результате совершил вновь наезд с летальным исходом. Ну а буквально через полчаса уже в районе, опять же в Сараевском, автомобилем ВАЗ-2113 был совершен наезд на 20-летнего парня, который шел вдоль проезжей части. Также молодой человек от полученных травм скончался. То есть в течение первых суток у нас произошло два ДТП с летальным исходом. Третьего числа также было ДТП с летальным исходом, но уже в городе Рязани. И второго числа у нас на трассе Москва-Челябинск молодой человек в 4.50 утра, двигаясь со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, вылетел в разрыв барьерного ограждения на полосу встречного движения, совершил опрокидывание с последующим наездом на дерево. В результате его пассажирка, 16-летняя школьница, от полученных травм скончалась. По употреблению алкоголя за рулем, другая проблема, сопутствующая празднованию Нового года. Особенно острая ситуация в этом отношении сложилась ближе к экватору между Старым и Новым годом. ДТП были первые числа Нового года часто в нетрезвом состоянии, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей транспортных средств. Далее ситуация более-менее стабилизировалась. Но в течение всей новогодней, предновогодней недели и в течение всей новогодней недели количество водителей, выявляемых управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, было выше среднего. Только за 2 января в области выявлено 19 нетрезвых водителей. Самая сложная обстановка в праздничные дни складывается на периферии, и зачастую это связано с поведением пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. Здесь сразу два фактора. Во-первых, полностью контролировать водителей сложно. Маленькие поселки, небольшие города технически невозможно обеспечить экипажами ДПС полностью. Второй момент. Пешеходы зачастую выходят на проезжую часть либо из-за отсутствия цивилизованных пешеходных зон, либо просто на радостях. Пешеходам необходимо помнить, что скользко не только им, но также скользко и транспортным средствам. В зимних условиях, в условиях гололеда и снежного наката, тормозной путь увеличивается в несколько раз. Пешеходы об этом часто не задумываются. Например, при движении автомобиля со скоростью 60 км в час на сухом асфальте остановочный путь его в среднем составляет 50 метров. В зимних условиях этот тормозной путь увеличивается, скажем так, до 100 метров, может быть, и больше. Поэтому пешеходам при пересечении проезжей части необходимо убедиться в безопасности своего перехода. Во-первых, оценить расстояние и скорость до приближающих транспортных средств. И расстояние безопасное должно быть минимум в два раза больше, чем в летних условиях на сухом асфальте. Авалии не пощадили знаменитостей. Актер Даниил Страхов, известный по сериалам «Дети Арбата» и Исаев, стал участником аварии в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Инцидент произошел в районе полудня 2 января. Страхов ехал за рулем «Вольво», когда на перекрестке столкнулся с мотоциклом «Урал». Актер не пострадал, однако водители-пассажиры двухколесного транспортного средства получили переломы ног и сотрясение мозга. Даниил сам вызвал на место ДТП скорую полицию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УМВД по региону Лидия Родина. Страхову и водителю мотоцикла предстоит пройти тест на алкоголь. Стояла машина на дороге, мотоцикл с дороги слетел, людей стояло несколько человек, мужчины, женщины. Ну, какое-то время мы там наблюдали, смотрели на них. Видимо, они стояли и ждали приезда полиции. Через какое-то время я заметила, что один из мужчин очень похож на актера Даниила Страхова. Я присмотрелась, а действительно оказался он. Конечно, первым желанием было выйти, побежать, посмотреть на известного человека, каким образом он у нас оказался. Но я подумала, что все-таки он человек, он попал в аварию, ему не до приставучих фанаток. Поэтому продолжали просто смотреть из окна. Через какое-то время приехал полиция, там был один полицейский, он осмотрел место аварии, фотографировал. В какое-то время тоже стояли люди, наблюдали за происшествием. Потом Даниила Страхова просто отпустили, он сел в машину, уехал. Полицейский находился там какое-то время и тоже уехал с места аварии. По информации портала Life News, виновником ДТП стал 37-летний актер. Он не пропустил на перекрестке проезжавший мотоцикл. Помеха была справа, а Вольво не пропустил, сообщили изданию сотрудники ДПС. Были среди аварий и такие, которые удалось запечатлеть на видеорегистраторы. Одна из них произошла в самом центре города. Утром во вторник, 7 января, автомобиль Ford Focus на большой скорости протаранил Nissan Juke на перекрестке улиц Ленина и Взнесенской, около торгового центра Atron City в центре Рязани. Из видео, выложенного в соцсетях, следует, что Ford мчался на красный свет светофора. Удар пришелся вбок. Nissan отлетел на третью машину и на тротуар. Nissan полностью смят, Ford получил меньшие повреждения. По данным очевидцев, погибших нет. В середине января актуальной стала проблема уборки снега в городе. И вот мы получили свежий комментарий на эту тему от городских властей. В настоящее время в городе работает из числа муниципальных предприятий порядка 90 единиц различной техники. То есть это и пескоразбрасыватели, и самосвалы, и бульдозеры, и щетки, которые работают под ротуаром, и по паркам. В ночь планируем также увеличить число как минимум до 120 единиц. Ну и число работающих людей, помимо тех, которые находятся непосредственно в технике, будет также в районе 100 человек. В настоящее время мешает то, что большое количество техники припарковано на проезжей части. В связи с чем, как бы хотелось бы обратиться к гражданам о том, чтобы по возможности меньше использовали личный транспорт. И особенно в ночное время парковку на проезжей части не осуществляли. Страна отметила Новый год. Рязань тоже, и мы тоже. Было весело, но мы решили узнать, как было с транспортом в эти праздники. Как было с общественным транспортом на Новый год? Вполне прилично. А на чем перемещались? На автобусе. А до скольких ездили? Ну, последние в 11 часов я ездил. А вместе были, да, наверное? Нет. Нет, не вместе. Все, вопрос снят. Отлично. А на чем ездили? Ни на чем, маршрутки не было. А, ну, значит, на такси надо было ездить? На такси ездили. Дороже цены? Да, в два раза. Ну, неплохо было, хорошо у нас было с общественным транспортом. Маршрутки ходили допоздна, всех перевозили, люди старались, убирали, внутри салон был чистый. Такое приятно было ездить. А я был в Мурманске просто, я не могу подсказать. А, ну, в Мурманске как было с общественным транспортом на Новый год? А я пил всю ночь, я не знаю, о чем будет. Ужасно, битком все было. Битком? Да. А до скольких вообще ходил общественный транспорт, и на чем приходилось перемещаться? Ну, в основном на такси. Дороже было или так же? Дороже, естественно. До сколько? Ну, на 50 рублей на 100, вот так, смотря какое такси. На то и праздник, надо наголеть. Нормально было, автобусы, маршрутки ходили, нормально все было. То есть все, без проблем? Без проблем. Вот я ездила, я ехала в Дягирево, я очень быстро доехала. Так что нормальный транспорт шутил. И маршрутки ходили, и автобусы ходили. Правда, не каждый через 5 минут. Ну, 15 минут надо было постоять. Ну, не 30 минут. Все хорошо было. Мы сидели дома, никуда не ездили. Красота, все хорошо. Вот, помогите нам лучше, ну, перейдите. Вот, вот, спасибо, молодцы. Здравствуйте, уделите нам минутку. А как с транспортом на Новый год бывает обычно? Ну, обычно проблематично. А в чем проблема заключается? Видимо, в том, что люди реже за руль садятся. И поэтому, не знаю, больше отдыхают, поэтому приходится такси вызывать и все такое. А вы на чем перемещались на Новый год? Вот, 31-го. 31-го не работала, поэтому была дома. Без понятия, дома был. Не знаю, не выезжал. Отмечал дома. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что движется. И если сегодня было не скучно, то в следующий раз будет еще интереснее. Обратную связь будем держать через почтовый адрес, который вы видите на своих экранах. А посмотреть видеоархив программы Автономия можно на сайте. город62.tv С Новым годом! Пока-пока! Раз, два, три. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что... Ты что, нормально? Не можешь три слова сказать, что я не пойму? Могу. Ну серьезно, Наташа, прекрати. Раз, два, три. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что движется. Ты прикалываешься? Пойдем подальше, ладно. А что это даст? Здравствуйте, как было с транспортом на Новый год? А вы вот какой канал? Перец, домашний, ТВ-3, Муз-ТВ. О, в Москве перец есть. Это вы перец? А-а-а. Это вот как дочки едут, так там перец я включаю. Во-во, я теперь понял. Вот это хороший канал. Ладно. Пиши. А-а-а, губы разорвала. Вот, видишь, как сзади? Я вот так вот пыталась. И вот за счет этого, видишь, какая картинка красивая получается? Да. Ой, я не знаю, что сказать, короче. Все можно? Да, можно. Всем привет, Новый год уже... Ты что, реально, что ли, двух слов связать не можешь? Всем привет, Новый год уже... Тихо, 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 давай. Всем привет, Новый год уже... Еще раз. Ты...